Привет дорогие зрители канала Минерсенте, меня зовут Джека и мы с вами продолжаем играть в игру Сталкер Зов Припяти. В прошлой серии мы с вами решили идти в административный корпус завода Юпитер, это вот здесь вот, чтобы разобраться с некими подземными туннелями, которые ведут в Припять, дабы попасть в точку эвакуации на данный момент, действительную, это Б-28, которая находится собственно в Припяти. Что ж, давайте продвигаться по этому заводу, сейчас полнейшая ночь, у меня есть ПНВ, так что всё, зашибись. Нужно поездание, я так понимаю, да? Так, страшненько здесь, ну как страшненько, жутко, честно говоря, жутко. Что за документы, папка с приказом. В документах говорится про эвакуацию производственного комплекса с территории завода Юпитера в подземной лаборатории. Обсуждение этого вопроса должно было состояться в лабораторном корпусе. То есть, нам нужно проследовать в лабораторном корпусе, это вот сюда, да, я так понимаю. Что это такое? Тетрадный лист, итог заседания. Всем подразделениям сосредоточится на деятельности по эвакуации производительного корпуса изделия номер 62. Как понимаю, нам нужно выходить из этого здания, да? Это реально жуткого. Твою мать, вы-то откуда здесь? Сраный пёс один, что ли, бегал? Ага, если бы. Суббаки. Так, что-то зависло, чё-то появляется, я так понимаю, да? Да, опять. Чё-то, походу, появилось. Прогружаются объекты здесь как-то долго, по-моему. Справка. А, справа. График постановки. График постановки изделия номер 62, 1407, тире 20 единиц. Одна повреждена. 21-я, или это часы, или это дата. Ну-ка. 21-я, 07-го, 32 единицы, две повреждены. 28-го, 07-го, 26 единиц. Одна повреждена. Докладная процентная потерь при вылазке, при перевозке направленного в администрацию завода. Копия направлена в ремонтный цех. Я так понимаю, нужно выдвигаться в ремонтный цех. Ух ты, напильник. Сюда, что ли? Твою дивизию, а? Мне это всё напоминает фильм. Зона, это как там? Как он называется? Чёрт забыл. Твою мать. Дети по-американские туристы поехали в Чернобыль. Да, и как вы понимаете, я думаю, вы уже поняли, все погибли. Все благие длины. Там история такая, блин. Посмотрите. Я не помню, как фильм называется. Если вспомню, потом в комментах отпишите. Ну, вообще. Типа, как там название фильма. Я попробую вспоминать по себе. Я вам скажу, собственно, как туда попасть. Я тут забыл. Я не могу никак. Неужто, как спайдермен, я пойду сейчас по проводам. Твою мать, чё, правда, что ли? Блин. Ой. Ой. Эээ. Был бы сталкивать так чуть проделаннее. Ну, например, что заносить мог сликнуть мутанты, знаете, там, какой-нибудь редкий новый. Ну, не знаю, вот что они такие вот плюхи, которые реально на рандоме появляются. А, твою мать. Как запасть? Попасть, ах. Пипец. Попасть. Так-то страхово здесь. О. Схема путепровода Припять-1. Вот и доказательство. Подземный путь в Припять существует. То есть, всё-таки я правильно шёл, да? Схема путепровода. Схема путепроводов Припять-1. А по схеме видно, что он проходит под городом Припять. На схеме есть две пометки. Один. Один. Запечатать двери транспортного шлюха. И два. Использовать газ из цеха ХИМ, соединённый для консервации путепровода. Ясно, мы туда не попадаем. Тогда давайте искать, 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 как мы попадём Ветер-1. А! Как песок мне это место не нравится. Так, кто есть? Я не попадаю туда что ли? Я конечно сам видел подземных, ну подземных, там лестницу видел, везущую изнизу. Твою мать, ну нафиг, от греха подальше лучше буду с ПНВ всегда ходить. Смотри-ка и правда сюда. Так, ага, вот. Так, всё. Так, после запечатывания путепровод заполнили газом. В бумаге говорится о том, что согласно распоряжению начальника первого отдела путепровод Припять-1, после запечатывания транспортного слюза заполнили углекислым газом с некой примесью. Персонала при этом предписывалось использовать костюмы тем защитой замкнутой системы дыхания. То есть там всё в каком-то непонятном газе, который лучше остерегаться, да? Интересно, интересно. Твою мать. Спокойно, псы. Мне нужно всего лишь разобраться со своими делами. Вы не рушаете. Уйдите нахрен. Главное, чтоб что покрупнее не пришло. Ага. Нахера мне калаш? О, нихрена вертолёт. Как-то я не обратил внимания. Ну-ка. С электроникой здесь то же самое. При этом система защиты от выброса цела. Что же это было? Что же это было? Мне тоже интересно. Но я это расследовать не собираюсь. Так, давайте-ка как-нибудь уберемся отсюда, я не знаю. А, вот смотри, какие-то ходы. Как это проходили вообще? Такие вот. Тут заблудиться можно. Ох, нифига себе. Вот это здание. Так, а это чё? Там что-то стоять должно? Танк? Например, или чё? Да. Ну-ка, чё это? Ничего. Здесь вход в путепровод. Если запустить генератор, получится открыть транспортный шлюз. То есть, вот эта вот платформа, это и есть ворота что-ли? Некие. Ммм. Я понимаю, я это не могу, да, запустить сейчас? Окей, пошли отсюда. Мне здесь не нравится. Категорически. О! Сокра... Сократим. Твою мать! Встану! Сы! Да! Встаньте! О! Пар coisas дай мне! О! Встань! О! Встр십арий! Встань! Дériенний К Spy Praст. Давай нет. А напاس это… Ну... Тскийake wissen точно так! Все бумаги весят одинаково, ага, 0,05, ну 0,5-сот килограмм. Тебя говорю, 0,05 почему-то. У нас там тайнички. Да, у нас там тайнички. И... Стоп. Тихо, тихо, мне это не нравится там, псы. Окей, псов сейчас убьем. Сюда иди. А, зависла. Ну, прогружается, в смысле. Минус две. Минус три. Ихрена здесь. Какая аномальная баня. И там у нас артефакт. Ихрена я отчаянный. Дай. Эй. Эй. Артефакт. Стоп. Стоп. Ай. Как тебе залезть, артефакт. О. Эй, отстань. В смысле? Эй. Кто к вам колеса кайтит, ребята? А вы чё по мне конь-то открываете? Я же не трал. Окей. Хотите войны? они хотят войны они хотят войны расстреляют тихо-тихо-тихо твоим мать надо винторез чуть подкачать на точность но ты че винторез понимаю тебя а насчет того то что пули винтореза летят вниз я это знаю но то что они летят в бок с такой силой вот это вот не должно так быть потом перекусим твоей колбасой ну в смысле вы меня поняли вы где нычка нычка идея они все там снаружи окей бандюганы ненавижу бандюганов ничего ох ты ни хера сейчас вот это вполне неплохой смотрите-ка пистолет не очень так а а а где у нас ох ты посмотри ка что возьмем это гробовик выкинем у нас перевес вот так офигеть дофигища чё то весело бухнем после операции куда идти а а а а Ну чо лакает. Чего это? А, я же... Чё за война? Свобода. Вы толку били? Свободу. Твоя мать. Я ни хрена не буду. Здесь мы были. Здесь вот-вот. Только погоди-ка, мы в той аномалии уже вроде были, что-то знакомые. Неправильно идём. А, я понял чё это за место. Просто не, оно мне не понравилось. Я бы не побывал один разок. Где мы ещё не были? Здесь были, здесь были, здесь были. Здесь были. Кстати, ребят, прекращайте спойлерить в ком... спойлерить в комментах. Все, кто пишет какой-то спойлер или что-то типа того, что не является подсказкой, а напрямую просто спойлер, что мы должны будем, скорее всего, узнать в будущем. То, ребята, вы будете забанены. Я думаю навечно, потому что если ваши спойлеры не портят игру, просто напрочь портят. Так что, ребята, прекращайте. Правда, это уже, по-моему, через чур как-то там уже, ну, были спойлеры. Я их удаляю всегда, вот, писали много вот чего, да, и вот то, что мы потом с вами сами узнавали. То есть, я это уже иногда наперёд знал, вот, некоторые задания. Ну, тупо из-за спойлеров, вот, тупо из-за них. Так как я специально освежил голову от этой игры всеми другими частями, так сказать, всё забыл уже. Хаюшки! Ты, как обычно, у вас бухой, да? Отлично. Так, ну что, хаюшки. А, так. А, я нашёл документ, у них говорится про путь в Припять. Потерян, потерян, потерян. Дай-ка взглянуть. Угу-гу. То есть, суммируя, Суммируя, существует противопровод подземный Припять-1, проходящий под городом Припять. Одна из секций которого заканчивается шлюзом в отделе трансмонтировки завода Юпитер. Круто! Судя по записям, он сейчас герметизирован, заполнен газом и обесточен. Ну, я мог бы попробовать оживить их генераторы и открыть шлюз. Только... Что? Только без нормальной охраны я через территорию Питера пилить отказываюсь. Да и тебе бы не рекомендовал лезть под землю без пары надёжных бойцов. Причём, чтобы у всех были комбинезоны с замкнутой системой дыхания. Иначе вы там и минуты не протянете. Вот что тут. На вышке живёт Зулус. Попробуй поговорить с ним. Если сойдётесь, характерно найти, расскажешь, как организовать, организовать в командах. Найти костюм замкнутой системой дыхания. На том, что ли, нужно купить какой-нибудь научный костюм, которым... Ну-ка давайте купим... Посмотрим. Ага, сразу же появился 25 тысяч. ч ну что как бы не то все равно как никак ты заглядывай тут весело бывает нет не перевешивать если как то назвать улучшаем са уже прочность вновлении ох нифига охеренный костюм на кусту речи нельзя прокачать да 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 ох это уже не нужно да отлично втпнв то есть а втпнв нету твою мать печаль беда печаль беда так 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 да че че вот это выложим патроны эти нам не к чему это тоже эти патроны тоже выложим слишком много их у нас здесь артефакты мечтожи пора как делал ставаться нового лекарства да погреть золосова здравствуй шкалки привет удачи тебе я думаю все это пошло концу с вами был жак измер санте не забывайте вписи на свой видеоролики сайт лайк и писать комменты так же не забывайте влеску вконтакте на большинстве выбранное ну что ж всем спасибо за просмотр увидимся в следующих сериях в следующих лекарствах до новых удачи 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 удачи